всем привет был задан вопрос стоит ли быть женщинами джентльменом до конца во всем первое что хочу вам сказать это нужно оставаться всегда самим собой так долго вы притворяться все равно не сможете ваши поступки просто должны идти не из головы от сердца вы должны хотеть что-то делать для своей девушки женщины думать о том что если я это сделаю то она мне даст это оценят друзья оценят ее родственники почему потому что если вы это делаете надуманно если вы этого на самом деле не хотите то со временем вам просто надоедает постоянно играть и начинает просыпаться ваше внутреннее я я потратила полдня очистила убирала готовила и все это после работы а ты даже спасибо не сказал и не хочешь помочь с посудой прекрасно и думать чертову посуду я не этого хотела ты же сказала чтобы я помог мыть посуду но мне важно чтобы ты хотел мыть посуду почему я должен этого хотеть почему вот в этом ты весь пары расстаются после брака после того как начинают жить вместе потому что им кажется что партнер изменился но на самом деле он не изменился он просто таким был всегда но для вас чтобы вас заманить чтобы вам понравится чтобы все одобрили он просто играл джентльменам безусловно стоит оставаться всегда но мужчин не нужно давать волю чувством каким-то и уж тем более давать женщине садиться вам на голову это ваша ошибка я не буду давать никаких советов я знаю из личного опыта когда мне мужчина дает больше власти когда мужчина женщине дает выбор какой-то он покладистый он послушный то когда у мужчины появляется предел всему этому да то женщины хамеют я попросила тебя сегодня только об одной вещи принести мне 12 лимонов а ты не нужно конечно быть жестоким если взять конкретно девушка и парень знакомятся да мужчина и женщина не важно при знакомстве каждый пытается понравиться друг дружке все такие хорошие все такие приятные период встречания происходит практически зачастую то же самое это конфетно-букетные периоды это какие-то подарки в общем мы все начинаем играть но есть несколько вариантов либо девушка хамеет она просто садится на голову потому что она ощутила власть она поняла что мужчина на крючке мужчина дарит подарки мужчина весь такой прекрасный мужчина слушается так сказать под каблуком она это ощущает и соответственно начинается вот это вот опять же я считаю что это ошибка как раз таки мужчин не нужно именно вплоть во всем угождать своим женщинам если вы сразу показываете какой вы вы расчетливые вы жадны к примеру вы тиран там я не знаю еще кто-то да вы показываете свои достатки и достоинства то соответственно девушка она сразу делает вывод нужен ей такой мужчина или не нужен будет она мириться с вашими недостатками или наоборот достоинствами потому что они все ваши достоинства могут также нравятся людям но когда вы не показываете этого всего вы такой весь шелковый приятные ласковый то соответственно нам женщинам потом непонятно что же случилось ты до этого был под каблуком а сейчас ты открыл тут рот а женщинах вообще отдельный разговор у меня друзья парни часто спрашивали моего мнения моей точки зрения по поводу того почему девушки со временем становятся такими наглыми и я как раз таки им объясняла все то же самое что не нужно задаривать их не нужно их носить на руках просто вот прям я не знаю там богини вы без нее жить не можете она это ощущает это для нее власть над вами потому что она якобы для вас воздух пища и вдохновение но также не нужно просто чересчур быть наглым нужно просто быть тактичным хамовиты тоже никому не нужны если конечно она не такая же хамка хабалка как и вы все же советую вам всегда оставаться теми кто вы есть не забывайте это ваша личность пусть она не нравится то избранница которая у вас на данный момент это не значит что она не понравится никому если у вас конечно там что-то не из ряда вон выходящее коротко вы приучаете женщин хорошей жизни даете ей власть а потом в один прекрасный момент вы просто берете и это все отбираете я надеюсь блин все понятно или это со временем разрушит отношения я уже это озвучила если вы изначально такой человек джентльмен как вот фильмах нам показывают да там прозорро я ждал вас в ортенсе спасибо вы мне помогли если эта женщина нечиста на помыслы есть вариант что со временем ей это надоест ей захочется хардкора ей захочется чего-то большего да ей станет с вами нудно потому что вы ей во всем угождаете но есть также возможность что девушка попадется вам нормально просто обычная добросовестная тогда этот союз будет как нельзя кстати это знаете вот реально как лотерея это лотерея в знакомстве это лотерея в жизни вообще совместной жизни с кем либо вы можете реально прожить 40 лет и по истечении этого времени только понять что вы совсем разные люди что вы все это время жили и просто мирились со своими какими-то тараканами в голове что вы просто мирились с недостатками или достоинствами другого человека вывод сделать могу только один у меня по малолетству было много раз таких случаев когда я просто хотела понравиться человеку либо просто компании до людей была такая всегда понимающая относилась хорошо к людям смеялась тупых шуток но когда действительно я видела что надо мной к примеру издеваются как-то не очень хорошо ко мне относятся я показывала зубы соответственно люди не понимали что происходит что почему ты себя так ведешь ты чё охамела но на самом деле они не понимают что я такая была всегда и после таких моментов как раз таки именно из своего жизненного опыта я решила что я не буду так никогда делать я всегда при встрече с людьми да я могу помолчать где-то могу где-то не высказать полностью свое мнение но я буду все равно вести себя так как я привыкла своей жизни я не буду делать скидку на то что это новый незнакомый мне человек дабы потом его просто не травмировать не оттолкнуть этим самым от себя то же самое советую вам будьте всегда самими собой будьте всегда честны во первых самими собой действительно а потом уже с остальными людьми потому что ну реально для них это шок когда вы были одним а потом превратились неизвестно во что людям тяжело понять почему некоторые иногда начинают видеть в себе какой-то недостаток поэтому лучше не делать так лучше действительно работать над собой если вы знаете о своих каких-то недостатках именно четко отрыжки постоянно делаете вы привыкли это делать в компании парней в компании девушки вы не можете уже сдержать себя потому что этот рефлекс выработан вас работаете над этим работаете поверьте мне все у вас будет хорошо главное к этому подойти с умом делать из себя еще лучшего человека чем вы есть на данный момент желаю вам удачи ваших начинаниях может быть продолжение совершенствования самих себя поисках знакомств либо в продолжении отношений когда у вас получается то что вы хотели конечно же расцветаете у вас появляется больше стимул для совершения каких-то дел я вам этого искренне желаю чтобы вы сами себя мотивировали удачи и да вот в в в